Халлелуйя, 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 Халлелуйя. Давайте еще несколько минут, будем поклоняться Ему. Халлелуйя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дух Святой наполняй нас, пусть наши сердца трепещут, пусть наши сердца ликуют, пусть наши сердца торжествуют в присутствии Твоем. Халлелуйя, Халлелуйя. Халлелуйя, Халлелуйя. Дух Святой, мы призываем Тебя, наполни наши сердца, наполни Дух Святой, наш разум, наполни нашу жизнь Твоими откровениями. Дух Святой, пусть свет горит во тьме, пусть мудрость Твоя сопровождает нас, пусть Господь в это время, когда тьма покрывает землю, над народом Твоим воссияет свет. Халлелуйя, Халлелуйя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты прощаешь грехи. Мы славим Тебя за то, что Ты избавляешь от могилы жизнь мою. Мы славим Тебя за то, что Ты даешь мудрость, за то, что Ты даешь победу и успех. Слава Тебе, слава, слава Тебе за то, что Ты святой и праведный. Твои откровения делают нас мудрее старцев. Твои откровения делают нас сильнее сильных. Дух Святой мы просим, открывай наш разум, открывай наше сердце. Открывай, Господь, Слово Твое, и пусть этот вечер будет временем встречи с Тобою. Каждый из нас желает прикоснуться к Тебе, встретиться с Тобою. Боже, благослови всех алчащих и жаждущих правды. Мы жаждем Тебя, мы любим Тебя. Мы превозносим Твое святое имя. Боже, благослови всех алчащих и жаждущих правды. 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 Слава Тебе, Иисус, наполни нас на этот день. Наполни нас радостью, наполни нас силою, наполни нас откровениями Твоими. Пусть наша вера не оскудевает, пусть наша вера становится твердше. Мы славим Тебя, мы поклоняемся Тебе и просим Тебя разделить с нами эту встречу. И злей на всех, кто жаждет и алчит Твоей истинной правды. Мы поклоняемся Тебе во имя Иисуса Христа. Амин. Аллелуя. Воздайте Господу славу. Улыбайтесь, женщины. Сегодня ваш праздник. Аллелуя. Сегодня наш праздник. Вчера было восьмое, а завтра будет десятое. Наш общий праздник. Аллелуя. Аллелуя. Бог на этом месте. Амин. Итак, уважаемые женщины, поздравляем вас с прошедшими. И желаем вам счастья, любви. Восхищайте нас. Удивляйте нас. Ругайте нас. Мы поменяемся. А потом вас будем благословлять. И опять восхищаться вами. Вообще без вас никуда, а с вами куда. Вот дошли до сегодняшнего дня. Любим вас. Благословляем. Пусть Бог даст вам мудрости, красоты, здоровья, денег. Всего, чего вы хотите. Аллелуя. Мужчины, если рядом с вами женщины. Не сильно пожмите руку. Обнимите, скажите. Поздравляю. Это ваш день. Любви. Благословения. Здоровья. Помазания. Откровения. Аллелуя. Женщины, улыбайтесь, улыбайтесь, улыбайтесь. Благоухайте. Я сегодня про вас буду проповедовать. Огромное спасибо, дорогие. Вы так хорошо сегодня служение вели. Спасибо, спасибо. Такой экран, такая сцена. Спасибо огромное. Присаживайтесь, присаживайтесь. Аллелуя. Хотя я и до конца не знаю вообще, что это за праздник, что там творилось. Кто этот учредил праздник, но в принципе неплохой. По новостям смотришь, какие-то в Египте женщины выходят в платках, наверное, из Песятнической церкви. И говорят, мы должны добиться равных прав. Да, смотришь, и в Москве женщины говорят. Везде женщины говорят. А знаете почему? Потому что Иисус изменил статус женщины в Новом Завете. Попробуй, в Ветхом Завете бы женщины такую революцию подняли. Она бы быстро-быстро захлебнулась. Потому что были какие-то другие законы. Вот знаете, я сегодня буду проповедовать о том, что Бог изменил статус женщины в Новом Завете. Один простой момент. Я хочу сегодня взять два места священного писания. В одном месте написано, что не считая женщин и детей. А вот в Новом Завете Иисус менял эту привычку, менял эту традицию. И я найду очень много мест, в которых вместе с апостолами считались и женщины. Евангелисты упрямо писали, не считая женщин и детей по старинке. А Иисус всегда говорит, не-не-не, с поправкой. Были ученики и женщины. Ученики и женщины. Кто-то их все еще пытается не считать. Но Иисус поменял их статус. И все-таки Он их считает. Поэтому всякое разрушенное достоинство женщины Бог восстанавливает. Бог восстанавливает. До сих пор вот, что это? Это светомузыка. До сих пор, это правильно, это должно быть так или нет? Пожалуйста, не выключайте свет. Понимаете, полноценная женщина, она может много что. Вообще от женщины все зависит. Вот через женщину грех вошел. И все человечество погибло. Через женщину родился Спаситель Иисус Христос. И все человечество было спасено. Я удивляюсь всегда, почему женщины пишут записку «Помолите за моего мужа неверующего». Он неверующий, потому что жена его таким сделала. Если женщина захочет, он будет верующим, самым верующим. Просто разрушенное человеческое достоинство. И Бог это достоинство восстанавливает. И Бог на самом деле сотворит что-то очень большое и великое. Короче, Господь в Новом Завете изменил статус женщин. Может, некоторые женщины и не знают об этом. Но когда они об этом узнают и будут в это верить, по вере в жизни женщины произойдет эта трансформация личности. Итак, первое место я бы хотел открыть. Матфея 15, 38. Матфея 15, 38. Статус женщины. В Ветхом Завете статус женщины в Новом Завете. До сих пор многие церкви традиционные живут по канонам Ветхого Завета. И недавно мне даже задавали вопрос, а почему вас женщины проповедуют, почему вас женщины учат, почему женщины выходят за кафедру, ведь они не имеют права. И этот сегодня вопрос звучит о том, что у женщин нет права выходить на сцену и учить. Я говорю, а если мужиков нет, что остается делать? Помирать, что ли? Так вот, люди задают эти вопросы, потому что они еще не получили откровения или не хотят признавать то, что во Христе Иисусе статус женщины был преображен. Итак, читаем Матфея 15 глава. Матфея 15 глава, 38 стих. Здесь записано так. «А евших было 4 тысячи человек, кроме женщин и детей». То есть был такой момент, был такой день, когда Бог в лице Иисуса Христа совершил это чудо. Господь размножил хлебы и накормил 5 тысяч, потом было 7 тысяч, потом было 7 тысяч. И евангелисты по старинке считали, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 7 тысяч. Мужчины сюда, ну там до сих пор в синагогах мужчины в одной стороне сидели, а женщины в другой. Так вот считали в основном тех, кто сидел вот с этой стороны. Вот где мужская, ой, мужская часть была, вот в этой мужской части считали мужчин. И говорю, ну сколько на служение пришло? Вот у нас сегодня демократично все. Мужчина, женщина, женщина, мужчина, женщина, 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 опять женщина. Как сегодня считать? Сегодня невозможно считать, только по головам. А раньше вот так вот, две части, здесь мужчины, здесь женщины. Мужчин посчитали и сказали, сколько на служении было? Пять тысяч. Только тех, которые сидели справа. Не считая женщин и детей. Конечно, можно по-разному истолковывать эти выражения. Я и сам истолковывал. Часто говорю, ну, потому что мужчины, они являются главой семьи, и Бог имеет их в виду, потому что они должны иметь в виду тех, кого, над кем Бог их поставил и так далее. То есть, Бог преломлял, Иисус преломлял хлеб, давал ученикам. Ученики этот хлеб давали мужчинам, которые были главой семьи. И мужчины должны преломлять были этот хлеб и отдавать своей жене, а жена своим детям. Ну, может быть, и как бы и сгодилось бы такое объяснение. Но давайте на этот вопрос посмотрим чуть-чуть шире. Второе место, которое я бы хотел открыть, это Иоанна 4, 27. Мышление мужчин относительно женщин. 4, 27. В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиной. Имейте в виду, даже ученики, которые ходили столько времени с Иисусом, они имели прочное убеждение, что Иисус может разговаривать с кем угодно, где угодно, но только не с женщиной. Они удивились. Они удивились. Иисус всегда удивлял, иногда разочаровывал, иногда раздражал своих учеников, потому что у них были религиозные стереотипы. Иисус мог разговаривать с мужчинами. Иисус мог говорить со священниками. Иисус мог говорить с кем угодно. Но когда вдруг они обнаружили, что Иисус сидит и разговаривает с женщиной, да еще с какой женщиной, да еще с какой женщиной. С женщиной, у которой была очень плохая репутация. Все ее знали как блудницу. Все ее знали как падшую женщину. И эти женщины были слишком грешными для слишком святых мужчин. Отношение к женщине было дискриминационным. И это можно смело говорить. С позиции сегодняшнего мышления. Их не считали. Они были в группе риска. Вот почему священники тащили женщину и говорили, Иисус, по закону Моисея, эту женщину надо побить камнями. Что ты скажешь на это? Поблагодарите Бога, что в Ветхом Завете не родились. Потому что вы бы оказались в группе риска. А вы родились в новое время, когда мы, мужчины, сегодня в группе риска. Но как кто-то сказал, если христианин без риска, это христианин редиска. Мы все должны понимать, что во Христе Иисусе каждый из нас вышел из группы риска. Давайте согласимся, что тот, кто во Христе, тот новое творение. А это значит, что мы все вышли из группы риска. Все, Бог поменял наш статус. Может, по старинке еще ученики Иисуса Христа, служители Божьи, все еще смотрят на женщину вот так вот, с вожделением все-таки, и смотрят на нее просто как на какой-то второй сорт, или как на существо недостойное для служения, для священодействия, и даже недостойное, чтобы беседовать с Иисусом. Они были удивлены, что Иисус имеет в виду женщину, с которой он сидел и вдвоем один на один разговаривал. Причем эта женщина была такая, что... Вот недавно мы говорили, концерт, и один хореограф знакомый говорит, «Ну, у меня будет несколько номеров, это танец самбо». Ну, это не самбо, а самбо. И говорит, ну, это в купальниках и вот с перьями. Ой, я говорю, не пойдет, наверное. На день рождения солидные люди будут. А здесь в купальниках и с перьями. Так вон та самарянка только в перьях была. Ну, это моя версия, да. То есть там был такой эпатаж, что ученики, когда увидели, они обалдели. Они просто, Иисус нас за хлебом позлал. А здесь беседуют с такой женщиной. Вы знаете, эта женщина, за три квартала видно, что это настоящая женщина. Потому что все мужики бегали просто вот гурьбой за ней. И, может, и ученики иногда. Ну, по крайней мере, они были удивлены, они были поражены. Как это? Такой Иисус святой и праведный разговаривает с такой женщиной. Вот представляете, Иисус, Он реформатор. И прежде всего, для религиозных мозгов. Он делал такие вещи, которые никогда в жизни бы ученики не сделали. Они все пишут, не считая женщин и детей. Они все удивляются, что Иисус их считает. Во-первых, считает за человека. Считает, что это личность. И любит равной любовью. И во Христе Иисусе Он меняет статус. Моя главная мысль, этой проблемой. Он меняет статус. Не просто женщину, Он меняет статус женщины в сознании мужчины. Чтобы мы поняли, что мы, хотя разные, но равные, Бог может взять, дать дары, использовать этого человека, и все. Кэтрин Кульман, называй хоть ее рыжей бестией, называй ее хоть сатаной в юбке, а Бог взял ее, поднял ее на всю Америку и сказал, а вот как она будет служить мне, ни один мужчина столько чудес не сотворит. Вот и все. И ты хоть лбом бейся, и хоть тыкай вот в Библию, что нельзя женщинам там, да ты что хочешь, хоть ты вот разбейся. Иисус поменял статус, и все. Я почему об этом говорю? Многие женщины, может быть сегодня еще, по старым традициям, по старым понятиям, по старым стереотипам, еще, ну ай, я здесь, я не знаю, хотя в новом поколении это трудно так мыслить, но верующему все возможно. Даже в новом поколении умудриться еще оказываться в тени и говорить, да как же я могу, ты все можешь. После моей пробуды вы выслушаете свидетельство, как Бог восстановил достоинство женщины, которое было вообще разрушено. Я не знаю, я восхищаюсь моим Иисусом, я учусь у моего Иисуса менять отношение к женщине как таковой, потому что это самое великое зло, когда Бог смотрел мужчину и женщину для того, чтобы здесь была гармония, идиллия, чтобы было счастье, и вдруг между, начинается половая гражданская война. Пол, сильный пол, начинает гнобить слабый пол, хотя, то, что есть у женщины, очень часто недостает мужчине, и все, что есть у мужчины, недостает женщине, они нужны друг другу, они не могут друг без друга, даже два гомосексуалиста, и то один женщину изображает, они вроде и говорят, вроде прикидываются, что мы брутальные самцы, какие? Один обязательно брутальная самка. Смотри, они же не могут, два мужика, если два мужика и делают то, что мужик должен, у них ничего не выйдет. Они прикидываются, а без женского образа, без женского существ, ничего невозможно. А лесбиянки одна обязательно в кожу оденется и под мужика косячит. А зачем ты косячишь под мужика? Если вам мужики не нужны. Зачем тогда играть эту комедию? Да будь тогда ты мужиком. Вот единственное, кого я не понимаю, это... Вот их я вообще не понимаю. Вот эти существа, мутанты, сверху женщина, а снизу мужик. Травести их, как не знают, не знают. Вот мы когда были в Бонус-Айресе, вообще ничего не понимаю. Нас специально повезли в этот парк, только вы никому не говорите. Потому что говорят только в Таиланде и в Аргентине, эти рассадники вот этой гадости, вдоль дороги стоят существа, такие под два метра. Но это не реклама. Поймите правильно. Хотя они стоят 30 песо, а обыкновенные просят только 10. Но это не реклама, поймите. И вот эти существа, вообще сумасшествие, они воплощают и то, и другое. Да даже эти извращенцы и то. Казалось бы, мужик, мужиком, женщина же, нет. Даже в одном, в одном извращении обязательно требуется сущность женщины и сущность мужчин вместе. Даже в одном лице. К чему я это говорю? Поймите правильно, я не поясничаю. Я просто говорю, что вот Божье, вот в творении Божьем, женское и мужское начало, никуда одно не денется без другого. Даже в извращениях обязательно кто-то, в ролевых играх обязательно кто-то мужика будет играть, а кто-то будет женщину играть. Но это все дьявольские там игры. Я к чему говорю? При правильном, уважительном отношении со стороны женщины к мужчине и при правильном, уважительном отношении со стороны мужчины к женщине, если бы там была достаточная любовь, если бы там была самодостаточная гармония и взаимное уважение, никогда бы не появились этого извращения. Я думаю, из-за того, что в традиционном браке имела место дискриминация, женщина растоптанная, женщина, которая разочарована в мужчине, ребенок, девочка, которую изнасиловал какой-нибудь дед или даже отец, она уже внутри имеет эту ненависть ко всему мужскому полу и неудивительно, что она потом будет лесбиянкой. Потому что она не нашла в лице мужчины в своей семье достаточно уважения, любви и поэтому дьявол, используя этот негативный опыт, превращает людей в этих несчастных, в несчастное существо неопределенного пола. Иисус пришел, чтобы восстановить достоинство женщины, чтобы она была уважаемой, любимой, чтобы она была на самом деле музой, чтобы она была на самом деле королевой и принцессой. Конечно, Бог восстанавливал. Смотрите, мышление учеников и мышление Иисуса Христа это было совершенно по-разному. Ученики удивлялись, почему Иисус беседует. А Иисус видя на дне этой души падшей женщины вот эту искорку, эту искорку, она говорит, я знаю, придет Мессия, но мы не знаем, когда Он придет. Мне бабушка об этом говорила, мне дедушка об этом говорил, но в церкви я разочаровалась, потому что там женщин ни во что ставили, а на панели я из себя хоть что-то представляю. Может быть, даже ее профессия это был протест, а я хочу быть женщиной, а я хочу быть личностью, хотя бы там, хотя бы там, я могу почувствовать себя личностью, хотя бы на полчаса, хотя бы на 11 минут, как Павел Каэлли писал, хотя бы в этой ситуации, но я все-таки могу чувствовать себя личностью. Конечно, мы все по-разному пытаемся самовыразиться, мы каждый по-своему пытаемся где-то завоевать авторитет, который был уничтожен кем-то сознательно и тотально, но когда приходит Иисус, я подчеркиваю эту мысль, когда приходит Иисус, и когда Он лично беседует, хоть с мужчиной, хоть с женщиной, первое, что Он делает, Он восстанавливает этот авторитет, Он говорит, ты человек, ты личность, ты возлюблен, если разочарована личность в человеках, но Бог хочет восстановить это достоинство, сказать, во-первых, я ценю тебя, я настоящий мужчина, поэтому я тебя имею в виду, у тебя были разные мужчины, они топтали, измывались, они использовали тебя, но я пришел, чтобы изменить к тебе отношения, чтобы ты сама к себе изменила отношения, чтобы ты себя рассмотрела как Божью принцессу, я хочу тебе объяснить, что я могу все поменять, я могу все изменить, твое мышление, я могу изменить твою сущность, твое счастье, хрупкое, на таких хрупких основах, мимолетное, я хочу всю иллюзию выгрести, я хочу дать тебе реальность, настоящей любви, реальность настоящего счастья, да если не Иисус, да если бы не Он приблизился к ней, да никогда бы в жизни, в ее мозгах, в ее сердце, в ее, не знаю, жизненных там парадигмах, что-то бы поменялось, и когда Он говорил, и чем больше Он ей говорил, тем больше она себя видела ничтожной, разговор начался кокетливо, но закончился искренним раскаянием, а кто ты такой, а что ты вообще, ты мог сделать для меня, ты вообще мужик, ничего, а потом оказывается, мужик, пророк Божий, а потом оказалось, что Он Мессия, а потом оказалось, что-то, Иисус Христос, перед Котором, она сдулась, она оробела, она склонилась, говорит, я вижу, что ты про, ты все знаешь про меня, да я ничто, да я вообще никто, ты все знаешь, и ты все можешь изменить, но я восхищаюсь с Иисусом, мы грубые существа, у нас так много внутри негатива, мы как ученики, как ученики Иисуса, во-первых, их не считаем, вообще ни за что не считаем, во-вторых, удивляемся, что у женщин мог быть такой опыт во Христе Иисусе, и можем даже делать вид, что для нас это ничего не значит, но в конце концов для нас это должно что-то значить, если Бог это признает, кто я, чтобы я этого не признавал, если даже поначалу меня это может удивлять так же, как учеников удивляло, что Иисус беседует с такой женщиной, окей, пусть это удивление не превратится в разочарование, пусть это удивление превратится в понимание, что я должен занять такую же позицию, которую занял Иисус Христос, амин, и Он ей сказал, и она в считанные секунды, в считанные секунды она преобразилась, ей было стыдно идти вместе со всеми за этой водой, но когда Дух Святой приходит, что делает Иисус Христос? Иисус Христос прощает грехи, исцеляет разбитое сердце, разбитую судьбу, и восстанавливает достоинство человека, я в конце буду молиться за людей, у которых разрушено это достоинство, если разрушено это достоинство, ты сам страдаешь от себя, от тебя страдают окружающие, потому что разрушенное достоинство кому-то что-то доказывает, это комплекс неполноценности, это когда ты стесняешься выйти в центр, это когда тебе страшно выйти на сцену, это значит, ты где-то сторонишься, у тебя какая-то своя кулуарная жизнь, у тебя свой замкнутый, какой-то ограниченный круг знакомых, И ты чувствуешь, что тебя колбасит со всех сторон. Но когда Иисус восстанавливает достоинство, тебе становится потом по барабану. Все, что люди думают о тебе. Она как чокнутая. Просто у нее революция в сознании произошла. Она встала. Она теперь поняла, кто она такая. Теперь стыдиться было нечего. Я знаю Иисуса. Я знаю Мессию. Это загадка. Я не могу до конца произвести этот психоанализ, что происходит в человеке после встречи с Иисусом. Но там что-то очень серьезное и глубоко происходит. Какая-то революция, какая-то смена всех парадигм. Человек меняется полностью, меняется. И негоды происходят, и негоды нужны для того, чтобы жизнь поменялась. Если это реальная встреча с Иисусом, то там происходит смена жизни, трансформация личности. Она вскочила, она побежала. Она стучала в окна. Как там в Испании или в Италии, эти днем, когда же самая жара, не работают там никакие магазины. Это время просто все спят, а ночью гуляют. Так вот этот самый жаркий час, когда все практически спали, она стучала, она на уши подняла всех своих, перед кем она стеснялась. И она говорила, ребята, наверное, это тот Мессия, про которого нам бабушка говорила, мама говорила, наверное, это тот, кто нам по зарез нужен. Он меня изменил. Ей поверили все. И вот эти умные рассказы, умные религиозные лекции, умные там высказывания, кто есть кто, по закону Моисея или нет, Иисус поменял статус. И этот статус подарил этой женщине авторитет, влияние, свободу. К Иисусу прибежали. На глазах учеников творилось шоу. Это то, что не укладывалось в их сознание, то, что не укладывалось в их полки апостольские, не укладывалось в их понимание, что вообще здесь творится. Предводительница Жанна Дарк, ничего себе смотрит, тетка тащит все село и говорит, а ну-ка пойдем к Иисусу. Они вообще все это вот так смотрели. Во-первых, они не понимали. Да много ли мы понимаем? Много ли мы знаем? Мы говорим, так Библия говорит, так Бог делает, а так Он не может. Что мы вообще понимаем в Боге? Мы должны быть осторожнее в этих выражениях. Я всегда восхищаюсь моим Богом. Я всегда восхищаюсь моим Иисусом. Он всегда другой. Он умнее нас. Он благороднее нас. Он опытнее нас. Он больше нашего опыта. Поэтому, что мне хотелось бы в этот вечер, какую мысль подчеркнуть, Он восстанавливает авторитет даже самой падшей женщины. Он ее поднимает из праха. Он поднимает ее избрение. И его не законтролирует ни один ученик, ни один мужчина, имеющий религиозный государство. Он не помешает ему восстановить авторитет женщины, которую он ценит, любит, уважает. И историческое предназначение, которое он сознает, больше, чем кто-либо другой. Именно женщине было дано обетование, что змей будет жалить вас в пяту, но семя жены будет поражать тебя, дьявол, в голову. Ясно, что вокруг этой важной функции идет битва и сражение. Не перед мужчиной, который имел секс с женщиной, стал дракон. Для того, чтобы убить его, дракон встал перед женщиной, которая должна была родить младенца. Вот почему вокруг них разыгрываются такие битвы, такие сражения. И здесь требуется божественное понимание, почему женщина ведет себя именно так. Поэтому мы сегодня, мужчины, будем благословлять женщин, молиться, как священники, как новое творение во Христе Иисусе. Он меняет статус. Он восстанавливает достоинства. Он поднимает из праха репутацию. Он очищает, освящает, прощает грехи. И Он дает второе дыхание, Он дает шанс. Я повторяю, если привычно евангелисты и даже ученики Иисуса не считали женщин за людей, это было как бесплатное предложение, это была откровенная дискриминация. Сколько этих ветхозаветных историй, когда мужики отдавали на откуп своих дочерей, своих женщин, врагам. Вот наша дочь, которая еще там невинная, она еще там девственница. Возьмите вот жену, терзайте ее, только вот мужиков не трогайте. Конечно, мы читаем, и у нас внутри горечь, внутри. В чем дело? А почему так? А почему мужика на откуп не отдают? А почему женщин, как просто, как недоразумение, как просто какая-то разменная монета. Мы читаем, глотаем, да, дикие времена. Дикие времена. Ну, друзья, ну, Христос пришел, чтобы с этой дикостью закончить. Иисус пришел, чтобы мы не были дикарями в 2011 году. Чтобы наша, эта религиозная дикость, брутальность, она не превратилась сегодня в современное фарисейство. Кто во Христе, кто должен по-другому смотреть. На самом деле, можно много философствовать, но во Христе Иисусе были уравнены права мужчин и женщин. И написано, что кто во Христе, тот новое творение. А что такое новое творение? Ну, что во Христе Иисусе уже не значит ничего, ни елен, ни варвар. И там не имеет роль уже ни мужеского пола, ни женского пола. Во Христе Иисусе мы новое творение. Понимаете, в чем дело? Великое благочестие тайна. Писание говорит, Бог явился во плоти. Бог явился во плоти. Какая разница в женской плоти или в мужской плоти. Если Христос в нас, то мы носители Бога, мы носители Его откровений, мы носители Его природы. И история помнит, сколько ярких личностей женщин и сколько ярких личностей мужчин. Неважно, это Божье избрание. Писание говорит, на рабов моих и на рабынь и залью от Духа моего. И мы не вправе диктовать Богу. Вот на эту плоть изливай от Духа твоего, а на эту плоть нельзя. Он умнее. И Он будет всегда удивлять нас, раздражать нас. И Он всегда будет, может быть, идти вопреки нашим стереотипам, пока мы не поймем, что самый настоящий мужчина это тот, как Эдвин Кол говорит, христоподобие это есть самый яркий признак настоящего мужчины. Если ты хочешь быть настоящим мужчиной, ты должен мыслить как Христос, любить как Христос, сражаться как Христос и защищать авторитет женщины. Итак, Иоанна 4, 27 говорит, что они удивились, что Он разговаривал с женщиной. Матфея 5, 38, мы читаем, что евангелист посчитал 5 тысяч, посчитал, что это было 7 тысяч, не считая женщин и детей. А вот в Луки 8 главе, вот давайте открываем, Луки 8 глава, мне уже нравится, что апостолы уже начали прислушиваться к Иисусу, Иисус говорит, эй, 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 парни, надо считать теперь женщин, надо считаться, потому что я их считаю, если я в жизни этих людей совершил чудо, а вы говорите, не считая женщин, значит не считаетесь, с моим опытом, и вы должны поправлять, вы должны поправлять свое Евангелие. Давайте прочитаем, Луки 8 глава, 1 и 2 стих. После сего Он проходил по городам и селениям, проповедуя благовество Царства Божия, и с Ним 12. И на этом месте Евангелист хотел поставить точку, а Иисус подошел и говорит, не, 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 не точку, запятая. И дальше что? И некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней. Мария, называемая Магдалиной, из которой вышли семь бесов, Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, Иисуса Иоанна, и многие другие, которые служили Ему имением своим. Вчера Евангелист писал, не считая женщин и детей, не считая женщин, одни мужчины, это вот наш генофонд, это мы, бла-бла-бла-бла-бла. А теперь, смотрите, считают женщин, я подчеркиваю, новая схема, которую Иисус предложил считать, 12 плюс женщины, 12 мужчин плюс женщины, и даже по именам, и по именам, смотрите, Мария, Магдалина, из которой Иисус изгнал семь бесов. Как это понимать? Иисус имеет в виду женщин, изгоняет из нее бесов, дает ей предназначение, мы тупо, не считая женщин, ты как, не считая женщину, ты не считаешь Иисуса, который в судьбе этой женщины совершил великие чудеса, обесценивая чудеса Божьи. Амин! Поэтому, меняя статус женщины, Иисус Христос меняет мышление новозаветных мужчин. И смотрите, Он считается с этим. Пришла эта Магдалина. Да, Боже мой, смотрите, как драматически происходят эти встречи. Да, я не знаю, как драматург или как режиссер, какую бы историю я бы ярче взял для сюжета какого-нибудь мюзикла или рок-оперы или какого-то фильма, как к Иисусу приходили мужчины или как к Иисусу приходили женщины. Боже мой, когда эта женщина с лавастровым сосудом, да это же поэзия. Я не знаю, как это легко ложится на музыку, как это легко превращается в поэму, как это звучит, когда мы читаем, как она ворвалась, как она бросилась на пол, как она разбила лавастровый сосуд, как она плакала и ноги Иисусу вымыла слезами, своими роскошными волосами их вытирала, а стояли мужчины и опять судили, судили и судили. Они ее не считали ни за что. Если бы он был пророк, он бы знал, какая женщина прикасается к Нему. Боже мой, вот столкновение менталитетов, вот столкновение двух культур, вот тебе мышление Ветхого Завета и вот тебе мышление самого Господа Иисуса Христа, они не совпадают, если бы он был настоящий пророк. Боже мой, научи нас мыслить не как тупые фарисеи, научи нас мыслить так, как мыслит Иисус Христос. Именно вы, фарисеи, растоптали ее достоинство и она тянется к источнику жизни и она хочет хоть раз почувствовать себя личностью и вы мешаете ей приходить судя, контролируя Иисуса, но слава Богу, что Иисус никогда не прогнулся перед этими контролирующими бесами авторитетных фарисеев. Наша система, наша деноминация не признает этого. Да захлебнитесь вы в своих терминологиях Иисус пришел взыскать и спасти погибшего Иисус Христос. Конец религии, конец рабства, конец дискриминации. Кто во Христе тот новое творение. Этим людям святым непогрешимым мужчинам непонятно, что творится в этой израненной душе, этой падшей женщине, в которой семь бесов. Боже мой, через грех эти бесы входили, через эти извращения бесы входили, мучили, не давали покоя. И она услышала, что среди всех порочных мужчин есть один непорочный. И я урву, я вырву этот шанс, я не пропущу его. Иисус смотрел, как она лежала возле его ног. Иисус, научи нас так мыслить, научи нас так понимать. Иисус, научи нас в конце концов не судить. Боже мы все полны осуждения, кто другой чуть не такой как я, мыслит не так, молится не так, все, ты не спасен. Противно слушать это. Противно слушать эту фарисейскую либеральную противную философию. А Иисус смотрел на нее и наслаждался Боже мой. Какой этот момент покаяния, как это красиво, как это достойно. Возрождение человеческой личности, возрождение женского авторитета. Господь на самом деле менял статус. Господь на самом деле менял статус. Я не хочу читать, вы все это знаете. Я просто бегло, думаю, Боже, да через все Евангелие Он на самом деле делал культурную революцию. Иисус на самом деле делал религиозную революцию. Он крушил эти привычные стандарты и понимания. Писание говорит, он был в синагоге. Он был в синагоге. Учил. И там какая-то скорченная женщина. Боже, сколько историй, я не знаю, чьих историй больше, женских или мужских в Евангелии. Здесь здоровые не ходят в церковь, полупустые залы. А это скорченная женщина. Чего ты идешь в эту синагогу? Чего тебе там делать? Что заставляло ее, вот такую скорченную, идти в синагогу? Не позорься, сиди дома. У нас общество здоровых, красивых, умных, зализанных, отутюженных, воспитанных людей. Чего ты здесь приходишь? Боже, сам факт, что это скорченная женщина оказалась на служении Иисуса, говорит о том, какая вера у этих женщин. И неужели вы думаете, что Иисус пройдет мимо? Нет. Он остановил свой семинар. Мне кажется, бросив взгляд на нее, его сердце просто опрокинулось. Боже мой, сатана, как издевается над женщинами. Боже мой, как сатана издевается над женщинами. Как он издевается над женщинами, превращая их в ничто. Превращая их просто в страшилище. Сгусток боли, сгусток проклятия, сгусток страданий. И он говорит, смотрите на эту женщину. И вдруг она оказалась в центре. Это не модель, это не Мария Магдалина, это вообще трудно назвать человеческим существом. Вот такая скорченная. Может кто-то ее там на коляске возил. И он говорит, я не хочу, чтобы ты была скорченна. Дьявол тебя ненавидит. Дьявол хочет уничтожить тебя, изуродовать тебя изнутри, изуродовать тебя снаружи. На этом служении ни один из мужчин не получил исцеления. Но это женщина. если если бы мы заглянули в сердце Иисуса, если бы мы просчитали его логику, если бы мы хотя бы на мгновение могли войти в его шкуру, его глазами посмотреть на этот мир, мы бы наверное поняли, что мы вообще ничего не понимаем, мы вообще ничего не знаем, но кажется он совсем другой, и он сказал идти сюда. И все смотрели, как нашел. Он всегда удивлял то учеников, он всегда раздражал фарисеев, он всегда загонял в тупик всех экспертов, потому что он принес революцию, он пришел изменить статус, он пришел, чтобы поменять привычные стереотипы, он пришел восстановить достоинство, достоинство той, которую презирали, ненавидели, топтали, использовали, и потом бросали, как Амнон, дайте мне ее, изнасиловал, убирайся вон, уберите ее негодную, Боже мой, даже эти библейские истории, они тебя наталкивают на серьезные рассуждения, на самом деле грех, религия, религиозный фанатизм, это безжалостная система, но Иисус иначе смотрит, Иисус иначе смотрит, Иисус иначе смотрит, милость превозносится над судом, а кто из вас без греха, первый брось камень, а вы ее задвигали, скорченную, эту уродину, задвигали куда-то туда, чтобы никто не видел, он говорит, а ну-ка сюда притащите, это служение превратилось в великий день, ее на это служение тащили на коляске, ее одевали в какие-то мешки, она была просто как существо какое-то непонятное, но на этом служении Иисус сказал, не надлежало ли ее освободить, 18 лет дьявол истевался, калечил, женщина, ты освобождаешься, это не просто исцеление, женщины, поймите, это не просто исцеление, почки исцелились, нога, рука, это совершенно, совершенно другое, Бог восстанавливает разрушенное достоинство, меняет статус, он говорит, теперь ты полноценный член общества, исцелил ее тело, исцелил ее душу, исцелил ее мозги, и как после этого говорит, не считая женщин и детей, а если в судьбе этой женщины такое чудо, не считая ее, ты не считаешь Иисуса, Иисус отождествился с ними, когда мы читаем Деяния Апостолов, первая глава, кто был там в день Пятидесятницы, писать, был там Симон, там Варфоломей, тро-та-та-та-та-та, и потом следующий стих, и женщины, я просто вижу, эти стихи читаю, кто-то их не считал, и теперь новое время начинается, апостолы и женщины, в жизни которых Бог совершал чудеса, знамения, исцеления, восстановления, халлелуя, халлелуя, да в конце концов, в конце концов, когда приходилось платить по счетам, мужчины были в страхе, сидели там за семью замками от страха теудеев, а ранним, ранним утром, когда еще не пели петухи, когда еще было все темно, кто-то пошел на кладбище ко гробу, Иисуса, женщины, которых не считали, которых ни во что ставили, которым никто не верил, но эти женщины, которые встретились с Иисусом, которые получили от Него мандат на священодействие, которые получили от Иисуса новый статус, они теперь никого не боялись, та самарянка не боялась общественного мнения, эта женщина не боялась ночи, не боялась чертей, не боялась смерти, она просто ночью шла на кладбище, и она говорила, если нет Иисуса, у меня ничего нет, где мой Иисус, она увидела пустой гроб, она увидела ангела, и она с ними разговаривала на короткую ногу, потом священодатель, садовник пришел, она говорит, где мой Иисус, ты спрятал его, расскажи где, а потом он назвал ее по имени, Боже мой, я вижу особенную любовь Иисуса к женщинам, я вижу, как он реабилитирует, как он восстанавливает, как он бережно относится к этой израненной, истоптанной, изнасилованной, брошенной в грязь, но драгоценной женской душой, Марии. вот почему важно называть по имени, и она его назвала, Господи, она побежала к ученикам, к мужчинам, а те сидели, ай, тебе померещилось, тенденция прочная, тенденция сохраняется, сохраняется. Как это можно такую великую новость получить от женщин? Давайте помолимся. Дух Святой на этом месте. Я прошу тебя, драгоценный Дух Святой, ты знаешь судьбу каждого человека, особенно женщин. Боже, я прошу тебя, ты исцелял, ты исцеляешь, и ты желаешь исцелять разбитые женские сердца, разочарованных людей. Господь, мы просим тебя, прости нас, мужчин, за наше грубое, за наше религиозное фарисейское отношение. Научи, Господь, нас относиться так, как ты относишься к любой женщине. Боже, я прошу тебя, пусть сокрушатся лавастровые сосуды в этот вечер. Боже, если кого-то из женщин дьявол скурчил, я прошу в этот вечер, развяжи эти узлы. Господь, если в чьем-то сердце горечь, растоптанное достоинство, Господь исцелит. я прошу тебя, восстанови, восстанови. Я прошу тебя, Иисус, Иисус, прикоснись, утверди и укрепи каждого человека, каждую женщину. И так же, как твоих учеников, апостолов, сопровождали женщины, в жизни которых происходили потрясающие чудеса. Когда выходили бесы, пусть, Господь, в женщинах нового поколения явится твоя великая слава. Пусть происходит исцеление, восстановление, реабилитация. Я прошу тебя, возрожди достоинства. Исцели от всякого разочарования. Исцели, Господь, от всякой смерти, от всякого ужаса, от всякого страха. Я прошу восстанови. Дух Святой восстанови. исцели все раны. Исцели, Господь, все язвы. Господь, что значит наше поздравление? Если ты не придешь, если ты не прикоснешься, восстановление, восстановление. Я прошу тебя, Дух Святой, пройди по рядам. Прикоснись, Господь, к тем, кто скорбит. Прикоснись к тем, кто сегодня, Господь, молит тебя. Не пройди мимо. Пусть разобьются лавастровые сосуды. Пусть придет исцеление. Пусть придет восстановление. Дух Святой, соверши эту работу внутри нас. Забери каменное сердце и дай нам сердце плотиное, способное любить, способное прощать. Хелама сут хелама гинда, хелама гасут и марест аманга тая, фламинал осещи цетол магречада, гламерзу манджи глабару коста марегланда. Аллилуйя, гламерзен джума креса тая. О, Господь, я прошу Тебя, поменяй статус. Боже, пусть Господь наши сестры, пусть жены, пусть наши матери, они будут сильными, пусть они будут знать Тебя, пусть в их жизни происходит великая работа. Я прошу Тебя, даже если кто-то из людей растоптал достоинство, даже если кто-то из людей прошелся, Господь, грязными сапогами, по святой душе я прошу восстанови, Господь, авторитет, восстанови, Господь, достоинство. В этот вечер пусть будет исцеление, прикоснись, развяжи, развяжи, Господь, я предлагаю вам сейчас выслушать свидетельство. Наверное, в контексте того, о чем сейчас мы говорили. Пожалуйста, Алена, мы приглашаем тебя на сцену. Давайте аплодисментами встретим. Пожалуйста, расскажи о своем опыте. Я приветствую вас, церковь, с праздником, дорогие женщины. Я поздравляю вас. Давайте воздадим Господу великую славу за таких прекрасных, чудесных женщин, как нашей церкви, вообще во вселенской церкви. господи. Спасибо за субтитры.